Доброе утро! 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 консультировать, чтобы мы совместно работали с НКО. То есть НКОшники же лучше знают меня, нюансы своего проекта. И параллельно они еще обучаются, и впоследствии они самостоятельно уже подают свои заявки. И на основании этого я пришла к такому выводу, что необходимо, это было бы, по-моему, уже назрело это необходимость давным-давно, в районах при администрациях создать районные ресурсные центры. Да, можно на базе управления культурой или на базе управления образованием. Там есть свои специалисты, есть компьютерное оборудование, самое главное, там есть интернет в администрации. Потому что есть улусы, где только в администрации есть интернет. А гранты, мы заявки на гранты сейчас в большинстве своем подаем по интернету прямо на сайт. грантодателя. Есть ли действующие такие ресурсные центры сегодня, или их вообще в наличии нету в районах? В районах, я знаю, что в Алёкминском районе при администрации работает молодежный ресурсный центр. Они меня приглашали, у них был форум некоммерческих организаций. И я удивилась, что в Алёкминском районе столько много грантополучателей среди НКОшников, то есть в Неслегах, ну и в самом городе Алёкминске. И в городе Якутске у нас работают 8 ресурсных центров. Их контакты находятся на сайте Министерства по делам молодежи. Я тесно много лет сотрудничаю с ресурсным центром Дома дружбы народов имени Кулаковского. У кого есть вопросы, они могут, желающие, позвонить по контактам ресурсных центров и спросить. Я сама сейчас работаю по гранту Министерства Арктики делам народов. Я до 1 сентября консультирую НКО КМНС, родовые общины КМНС и физические лица, представители КМНС, которые интересуются грантовой деятельностью. Поэтому у кого есть, ну пусть, желание, до 1 сентября я консультирую бесплатно. То есть любой человек может обратиться к вам и получить консультацию? Да, представитель КМНС или родовая община, или НКО, которая работает в поддержку КМНС. КМНС, Малой Честной Народной Северы. Спасибо. Ижанна Ивановна, любой человек, физическое лицо, допустим, я, я могу обратиться к вам и получить, я могу обратиться к вам, получить консультацию и на свой проект, который у меня в душе, в сердце, в голове, я могу получить деньги. Из любого какого-то выбранного мной источника, допустим, да, который откликнется на мое предложение. То есть физические лица тоже могут подавать. Да, очень много конкурсов. Во-первых, чтобы вам необходимо поискать эту информацию в интернете. В интернете очень много порталов популярных. Ну, популярные порталы это все конкурсы.ру, конкурс.грант.ру, кпт.орг, моя Россия, РФ. Их очень много. Вам любые, набирайте там в поиске конкурсы, гранты, и выйдут там много сайтов, порталов, где публикуется актуальная информация. И там есть для организации и для физических лиц. Выбирайте физические лица и смотрите, какие конкурсы объявлены, что вам подходит. Обратите внимание на сроки, какие документы требуются. Хорошо. Некоторые люди считают, что гранты, проекты, писать проекты это очень сложно, много документов надо, кого-то нет интернета, кого-то. На самом деле, наверное, это не так уж сложно, да, просто разобраться, иметь документы, нужные на руках, сканы, и все через интернет, даже сидя в тайге можно. Главное, чтобы интернет был. Понимаете, было бы желание, да, я же сама учка, никто меня не учил. Я сама методом проб и ошибок вот это все постигала. Тем более, в нашей стране это все, ежесекундно все менялось. То одни требования по грантам, то другие. То есть, грантовые фонды тоже сами учились по ходу. Поэтому, а сейчас у нас столько, в городе Якутске восемь ресурсных центров, у которых можно спросить. У меня можно спросить, да, ну, до первого сентября, потому что я в рамках гранта Минарктики работаю. Пожалуйста, проблем никаких нет. Кроме того, есть куча вебинаров по Ютубе, можно посмотреть, как составить эту заявку грамотно. Вот, например, вот с 1 февраля по 15 марта этого года будет объявлен конкурс фонда президентских грантов Российской Федерации. Я рекомендую всем НКО, КМНС и в том числе родовым общинам подать туда заявки. В прошлом году я консультировала 12 некоммерческих организаций, из них шестеро выиграли гранты, в том числе две родовые общины. Это Нюрнгринская родовая община Олонгуро и Кочевая родовая община Эжанская из Усмайского района. Их тема была летний языковой лагерь для школьников. Вот они выиграли две родовые общины. А вообще я вот пишу сейчас новую книгу в рамках по гранту Минарктики вот этот путеводитель, он пока в рабочем варианте, он измененный и дополненный, там у меня новые разделы появились, и также я там привожу пример родовых общин, которые выиграли в фонде президентских грантов с 2018 года. И там я насчитала где-то около 15 или 16, но они не все вошли, где-то 12 проектов вошли, чтобы родовые общины могли почитать и посмотреть, что вот факт, вот это победители с различных регионов, какие проекты они получили финансирование. Самый большой проект, который вы оформляли, сопровождали, это какой? Я консультировала Дом дружбы народов имени Кулаковского, общественную организацию мастеров УЗ, и они выиграли фонде президентских грантов, тема называлась научно-практическая конференция по касторезному искусству, международная практическая конференция, то есть помните, в городе у нас проходил фестиваль касторезного искусства. Спасибо, Ежанна Ивановна, мы продолжим наш разговор после небольшой паузы, присоединяйтесь, мы работаем в прямом эфире по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. Приветствую наших радиослушателей и телезрителей в эфире программы ГЕВАН, мы работаем в прямом эфире, присоединяйтесь к нам по номерам телефонов 32 00 66 32 00 32 00 66 32 11 66. Сегодня у нас в студии руководитель грантового центра города Якутска Ежанна Ивановна Атласова. Доброе утро еще раз, Ежанна Ивановна. Доброе утро. Мы продолжаем наш разговор по грантам, по грантовой политике. Хотелось бы узнать, какова структура проекта обычно бывает, из чего она состоит, из каких этапов и какой основной пакет документов нужен. Прежде чем готовить структуру проекта, я рекомендую определиться, какие у вас документы, подходят ли они к требованиям фонда. Например, сейчас скоро будет с 1 февраля прием заявок в фонд президентских грантов РФ. Вам нужно посмотреть, подходит ли ваш устав к требованиям этого фонда. Я, насколько поняла, учреждения муниципальные, государственные, они не подходят. Подходит общественные организации. Социально ориентированные некоммерческие организации. Неправительственные организации. Родовые общины подходят. То есть администрация какого-либо наслега национального не может участвовать в этом конкурсе? Нет. Только некоммерческие организации, как правило, это общественные организации, оргправовая форма, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, родовые общины. Но вы можете... Вопросы по оплате работы мастеру. Если мастер, например, у нас надомник, пенсионер, он не оформлен как юридическое лицо, как мы можем ему заплатить зарплату, заработную плату? Спасибо большое. В бюджете проекта там есть две строки. Штатные работники и работники по гражданско-правовым договорам. Это физические лица. Ну, вот эти надомники, мастерицы. Они проходят. Они проходят, там рассчитывается зарплата. Зарплату нужно рассчитать. На сайте фонда есть примеры, как производить расчет. И обязательно нужно учитывать налоги. Когда вы привлекаете физическое лицо, то есть вы плачиваете НДФЛ 13%, но это входит в зарплату, и поверх вы считаете страховые износы 27,1%. Это много? Ну, смотря, сколько вы платите, там считаете, допустим... Это обязательные выплаты, да? Обязательные, да. Для надомника? Это пенсионный фонд и это социальное страхование. Медстрах, соцстрах. Если говорить о налогах, можно ли, допустим, защитить грант? И, возможно, я думаю, что все налоги, они едином в налоговую пошли, заплатили один раз со всей суммы, и спокойно работаем дальше, да? Ну, в проекте обязательно должен быть бухгалтер. Бухгалтер знает, какие фонды он должен перечислять с фонда оплаты труда. А руководитель проекта, он работает, проводит мероприятия. Он организует сам проект. То есть необходимо также внести штатного? Обязательно должен быть бухгалтер опытный, и должна быть команда проекта. Вы можете им платить, они могут быть волонтерами, их оформляете волонтерский договор. Ну, знаете, вот эти все нюансы, да, все вопросы освещены в вебинарах на сайте фонда президентских грантов, обучающих вебинарах. Как формировать бюджет, календарный план, ну и вообще всю заявку. И по поводу структуры заявки я хотела сказать. Вы определяетесь, во-первых, с документами, и, пожалуйста, посмотрите в своем уставе, там есть раздел цели и задачи деятельности вашей организации, чтобы вот эта формулировка, какая цель, соответствовала цели, теме вашего проекта и тому направлению этого фонда президентских грантов, который вы выберете. Как правило, родовые общины выбирают, там есть сохранение культуры, народных промыслов и ремесел. Вот по этому направлению. Значит, в уставе вашей организации что-то должно быть связано с сохранением культуры КМНС и развитием ремесел в традиционных видах хозяйствования. И ваш проект тоже должен на эту тему. Вот если у вас все в порядке, вы тогда уже спокойно начинаете писать структуру заявки. Как написать структуру заявки? Во-первых, ну вы определяетесь целевой группой. Кто у вас целевая группа? Там женщины, школьники, там многодетные семьи, там инвалиды. Ну это вы сами смотрите. Далее вы описываете их проблему, обосновываете ее статистикой, ссылаетесь на какие-то публикации, статьи. Обязательно должны быть ссылки в интернет, где это все опубликовано. Чтобы эксперты могли это прочитать и понять. Вы поймите, что эксперты, они не в курсе, какие у нас проблемы. Вам нужно написать таким образом, чтобы им было понятно. Почему? Во-первых, где вы находитесь? Описать, где вы проживаете? Она удаленная? Какие там условия жизни? Какие проблемы у целевой группы, для которых вы готовите проект? Обосновываете, почему это такая проблема важная, почему ее необходимо решить? И далее у вас вытекает решение проблемы, это цель вашего проекта. Далее вы эту цель дробите на этапы, и эти этапы будут вашими задачами, задачами вашего проекта. Каждую задачу вы дробите на мероприятии, вы прописываете там, сколько мероприятий, по каждой задаче вы будете проводить. И далее уже каждое мероприятие вы делаете расчет, сколько нужно финансирования грантового, а сколько у вас, у вас должно быть еще софинансирование обязательно, сколько собственный вклад по каждому мероприятию. И все это вы отражаете в бюджете. Но я рекомендую, те, кто первый раз пишет проект на этот конкурс, вон президентский грант ФРФ, рекомендую писать проекты до 500 тысяч рублей. И имейте в виду, что принимают заявки от НКО, если с даты регистрации прошло более 6 месяцев, до 500 тысяч рублей они могут подать проекты, если более 12 месяцев, там уже неограниченная сумма. Но так как вы начинающая организация в грантовой деятельности рекомендует до 500 тысяч. Почему? Потому что вам тогда необходимо набрать минимум баллов, 60 баллов. Тогда вы можете пройти. Если у вас будет сумма проекта свыше 500 тысяч, тогда требования будут выше, и конкуренция тоже выше по баллам. Кто является экспертами? Эксперты, там много экспертов, они находятся в разных регионах, и смотрят, по-моему, они чуть ли не дважды, все эти проекты. Все там, все очень серьезно, ставят по каждому разделу баллы. Я рекомендую не терять сейчас время, пока еще не объявили конкурс, на сайте найдите шаблон заявки, вы его скачаете и начинайте заполнять. И чтобы сэкономить время, заполняйте информацию об организации. Там очень много пунктов. И потом команду проекта. Как только 1 февраля фонд объявит конкурс, вы заходите на сайт, регистрируете личный кабинет, заполняете его, создаете заявку и начинаете уже заполнять. Дело в том, что если вы будете тянуть, то у вас не будет шансов проверки специалистов фонда. Там в положении так и прописано, если вы отправите пораньше, за неделю до окончания, то специалисты фонда, юристы могут просмотреть и написать вам в личный кабинет, какие ошибки вы допустили. И у вас есть шанс исправить и повторно отправить эту заявку. Алло, у нас звонок в студии. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос у Сианского областа. У меня 30 с КРО, община. Вот. Они должны сейчас сдавать или освобождение, земельный, налог, декларацию. Насчет декларации я хотела. Сложить транспортные, земельные, имущество. Вот по этому вопросу вы мне напишите, да, по WhatsApp. Вот мой WhatsApp номер 8924-365-5308. В моем проекте участвует опытный бухгалтер. Еще раз номер повторите. 8-924-365-5308. 3-6-5-5-5-3-0-8. То есть по этому номеру к вам может обратиться любой представитель? Да, напишите, и я вас свяжу с опытным бухгалтером, она вам все ответит. Как оплачивать налоги, что бы, да? Да, да, потому что с 21-го года там изменения произошли. С этого года? 21-го, да, с этого года. Жанна Ивановна, как раз хотела по вопросу отчетности по проекту. Он всегда очень остро стоит. То есть если опоздал со сроками на отчет, не сдал вовремя, какие санкции попадут ли я в черный список так называемый? Лучше, конечно, работать по календарному плану, который вы прописали. Да, если там какие-то есть несоответствия, всегда консультируйтесь с куратором. По любому вопросу, по любому, как говорится, отклонению, чтобы была корректировка. И тогда у вас не будет проблем с отчетностью. Если вы запустите, ну, конечно, будут проблемы. В следующий раз вам будет трудно выиграть грант. То есть уже будет отметочка, что вы недисциплинированный грантополучатель. Поэтому я советую по любому вопросу всегда консультироваться. Тем более у нас в городе Якутске есть 8 ресурсных центров. Их контакты на сайте Минмолодежи. Это в городе Якутске. Да. А в Наслегах, в районных центрах таких ресурсных центров нет. То есть, опять же, назревает необходимость того, чтобы создавать такие. Да. На базе администрации можно, да? Да. На базе администрации. Я уже давно об этом говорю. Я вот работаю плотно с НКО Усть-Майского района. Там есть создана ассоциация венков Усть-Майского района. Есть кочевые родовые общины. Я им помогаю, консультирую дистанционно. Но им не хватает, чтобы был свой районный ресурсный центр, чтобы меня не дергать. Чтобы они пришли и спокойно... Спокойно все разузнали в своем ресурсном центре. Спасибо, Жанна Ивановна. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы уходим на небольшую паузу. Встретимся после нее. Присоединяйтесь к нам. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «ГЕВАН». Мы говорим о грантовой политике и о грантовых проектах. С нами сегодня Жанна Ивановна Атласова, руководитель грантового центра города Якутска. Жанна Ивановна, мы говорили в начале передачи, в середине, о том, что назрело необходимо создание ресурсных центров в районах. В районах, на слегах наших национальных, чтобы у людей была возможность обучиться новому, получить консультацию, вести свою работу более расширенно. Как вы представляете ресурсный центр, какова его структура, какие специалисты должны быть в нем, какие консультации они должны проводить? Я так понимаю, что специалисты администрации или управления культурой, или управления образованием могли бы взять на себя вот эту нагрузку дополнительную. Как требуется, обязательно руководитель этого ресурсного центра, чтобы он работал, ввел организационную, координирующую роль, обязательно должен быть программист, компьютерщик, потому что все через сайты, обязательно должны быть антивирусные программы, очень большой поток базы данных должен составлять, информация, сканирование документов и так далее, регистрация на сайтах. Далее должен быть опытный бухгалтер, который мог проконсультировать также по отчетности, вообще деятельности НКО, КМНС, родовых общин и по отчетности грантов. И так... Навинавалось. И бухгалтер, я сказала, программист и вот этот руководитель, ну, по-моему, достаточно вот этот минимум. Трех человек достаточно. Трех человек достаточно, да. И они могли бы приглашать, во-первых, экспертов к себе, допустим, на какие-то мероприятия, да, на обучающие, да, сами бы обучались и консультировали всех желающих, кто хочет, ну, по крайней мере, хотя бы они могли бы информировать, какие грантовые конкурсы. То есть очень много времени занимает поиск информации по грантам. Ну, я так это вижу, вот такую структуру. И оплату работы специалистов ресурсного центра возложить на администрации, на слегов или районов? Ну, почему бы и нет. Да. Но они же, кстати, могут быть заинтересованы, они же могут привлекать эти проекты, грантовые проекты и включать свой вклад, тоже оплату труда через эти проекты. Да, только начать надо. Да, только нужно начать, тут ничего страшного нету. Это будет большой плюс для улусов, для районов, я так считаю. Дело в том, что родовых общин, я когда вот консультирую, спрашиваю, сколько у вас в вашем районе родовых общин. Очень много. Ну, свыше 20 бывает, там 25-27, меня так удивляет. Почему они не используются этот ресурс от местной администрации? Это, знаете, 25 уставов. То есть они подходят на минимум на 25 проектов. Я еще хотела отметить, вот фонд президентских гранатов, они принимают любое количество проектов, но только на различные эти направления. То есть одна родовая община может подать сразу несколько заявок. У нас звонок, алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы записываете, да? Да, да, вы в прямом эфире, говорите, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, да. Это Усть-Майский район, по поводу Ларисы Аркадьевны. Здравствуйте. Здравствуйте, Ларисы Аркадьевны. Ваш вопрос, Ижанин. У меня вопрос такой. Для создания дома-интерната для престарелых нужно участие... Ваш вопрос, Ижанин. У меня вопрос такой. Для создания дома-престарелых, да. Для нашего района нужно участвовать как физическое лицо, как самозанятое или обязательно некоммерческой организации. Ну, лучше, выше шансы от некоммерческой организации можно подать. Но имейте в виду, чтобы в уставе были цели и задачи для оказания помощи престарелым. Если эти слова... Прописано должно быть. На какую сумму? Ну, вы смотрите, в зависимости, на какой конкурс вы будете подавать. Вот если фонд президентских грантов вы будете подавать, там есть направление социальная поддержка. Ну, там, и смотря устав какой, если он свыше 12 месяцев, то сумма неограниченная. Сами вы считаете, какая сумма должна быть? Да, со дня регистрации, если прошло больше года, вы можете просить любую сумму. А если только 6 месяцев прошло, то до 500 тысяч. Спасибо большое. Спасибо, Лариса Аркадьевна. А можно я скажу еще пару вопросов? Да, я хочу обратиться к родовым общинам коренных малочисленных народов Севера. Вы, когда будете подавать заявки на грант, вы должны иметь в виду, что благодаря вам в период 90-х годов, лихие 90-е, наша республика сохранила свои земли. Они были приняты, федеральные республиканские законы, различные, чтобы сохранить земли республики Саха-Якутия. И от этого выиграло все население республики Саха-Якутия. Поэтому родовая община, вы должны это понимать и использовать все возможности ваши, чтобы улучшить деятельность своих родовых общин. Ну вот то, что я в прошлый раз сказала, вот есть 25 уставов. Создайте ресурсный центр, достаточно даже... Звонок у нас в студии. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это Атласова Лидия Николаевна из Жиранского района. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Спасибо за то, что вы такой вопрос подняли для общин, для НКО. И вот ресурсный центр, который вы сейчас говорили, очень важен для района. Жаня, вам спасибо, что вы вот такую работу ведете, как бы это помощь будет для общин. Так, ну, у нас вот действительно 20, где-то 26, 30 доходит у нас общины, да. И они все хотят вот писать такие гранты, участвовать на гранты, но у них возможностей мало, они знают. Поэтому ваша вот сегодняшняя передача очень нужна. И вот это я хотела сказать, передать вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хотела бы еще добавить, что получит местный орган власти. Во-первых, очень большую экономию муниципальных программ. Очень большую. Поэтому повысится занятость населения, везде же безработица. А через проекты вы будете оплачивать зарплату, кто будет участвовать в проектах. То есть люди еще и будут получать деньги. Да, деньги будут получать. То есть там какие-то вот люди, которые без работы сидят, они могут участвовать в грантовых проектах. То есть улучшится психологическое состояние среди населения и повысится доверие к власти. Таким образом, если они посмотрят, что вот ресурсный центр при администрации работают, они будут уважать главу. И на выборах в будущем это тоже может положительно сказаться. Да, конечно. Я хотела бы заинтересовать глав администрации. Вот для них тоже есть выгода. Хороший инструмент. Это хороший инструмент, да. Работа с людьми. Работа с людьми, улучшение финансового состояния в Улусе. Вот, допустим, в Жиганском районе Лидия Николаевна только что сказала, что у них около 30 родовых кочевых общей. Только родовых. А есть еще НКО, КМНС, есть еще индивидуальные предприниматели, я еще их не касалась, потому что есть гранты для ИП, это отдельная тема. Для самозанятых. И для физических лиц. Для физических лиц. Да. То есть вот выход один, создать ресурсный центр, который работал бы для привлечения средств. Да, и чтобы работали и обучались все, и взрослые, и молодые, чтобы все в одной связке, чтобы у них была преемственность поколений, чтобы молодежь училась мыслить, и взрослые тоже. И ресурсный центр, я считаю, три важных аспекта, если над ним работа для коренных молодчих народов Севера, даст в перспективе стопроцентный результат. Это вклад в собственное здоровье, то есть ресурсный центр тоже, очень много проектов по здоровью. Вклад в образование всех КМНС, очень много просветительских проектов. И вклад в сохранение и развитие межнациональных отношений. По линии межнациональных отношений тоже очень много проектов. Спасибо, Жанна Ивановна. Просят продублировать номер телефона, по которому люди могут обратиться к вам по WhatsApp. Да. Пишите по WhatsApp 8 924-365-5308. Я отвечу. Звонок в студии. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Да, я хотела бы задать вопрос. Жанне Ивановна. Да, я слушаю. Жанна Ивановна. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Очень рада вас видеть, слышать. Алло. Да-да-да. Слышно, да, тут связь так прерывается. Вас беспокоит Ирина Кузьмина, председатель общественной организации Саха-Имах, город Нерингри. Здравствуйте. Спасибо за плодотворное сотрудничество, за то, что вы всегда не отказываете во всех наших начинаниях, помогаете, не считаясь со временем, с рабочим, с личным. Ездите в командировки и еще дальнейших успехов, плотного сотрудничества. Вы патриот не только своих родовых авиантильских общин, но и всей нашей республики Саха-Имахути. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо большое. Как приятно получить такие поздравления, благодарность. И Жанна Ивановна, я думаю, что после эфира у вас еще увеличится объем работы. Скорее всего, будет очень много обращений. Людям необходима информация. На сегодня, если ты знаешь, если ты информирован, то у тебя все получится. Поэтому результатом нашей работы сегодня я пришла к выводу, что необходимо создание ресурсных центров при администрациях районов, улусов, наслегов, да. И что у людей есть возможность обратиться в городе Якутске в ресурсный центр, чтобы получить консультации по интересующимся вопросам. Спасибо большое, Жанна Ивановна. И вам спасибо. Да, я желаю вам побольше работы, побольше результатов, чтобы было много откликов благодарных. Благодарю. Уважаемые радиослушатели и телезрители, на этом мы прощаемся с вами. До следующей встречи в следующий четверг. Ритмен Боривор Будакраб Аймакан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова